Еще о героях чемпионата, но не о футболистах, а тех, без чьей поддержки им не обойтись. Многотысячная армия болельщиков, они собрались из разных континентов, не перестает удивлять. Многие приехали к нам впервые, познакомились с нашими традициями, привнесли свои. И очень скоро стали примером для других. Результаты оценил Дмитрий Кулько. Бразильские фанаты запомнятся карнавальным весельем. Исландские кричалками викингов. Но для кого-то настоящим открытием этого чемпионата стали обычно тихие и спокойные болельщики сборной Японии. Вместе с флагами размахивают на трибунах мешками для мусора. Они вышли в плей-офф, но не отправились праздновать, пока не прибрались в своем секторе на стадионе в Волгограде. Сделай чище, чем было до тебя. Да, в Японии есть такая поговорка. Это нам необходимо. Нам мусорил? Убери. Всем ведь нравится, когда стадион чистый. Здесь есть уборщики, очень хорошие. Но для нас уборка – это долг. Футбольный субботник японцев в соцсетях вызвал столько восхищения, что те даже растерялись от такого внимания. Это нормально, ничего особенного. Мы всегда так делаем в Японии. Чему вы удивляетесь? Не только на стадионе. Уборка в Японии – целая культура под названием «содзи». Как не захламлять пространство и разум. Это даже входит в школьную программу. В японской начальной школе ученики убирают классы после уроков, моют посуду. Это японская культура и политика. Воспитаны автоматически убирать все вокруг, и сами футболисты. Майо Йесида – защитник сборной Японии и английского клуба «Саутгемптон» о порядке в раздевалке рассуждает как о тактике на игру. Наши шкафчики в раздевалке после игры намного чище, чем у игроков в английской премьер-лиге. Я горжусь, что наших болельщиков так оценили во всем мире, и их примером вдохновились фанаты других стран. Вот уже сенегальский болельщик снимает экзотический головной убор, чтобы прибраться под креслом. Несмотря на печаль от проигрыша, когда сборная Колумбии разрушила шанс африканской команды выйти из группы, ее фанаты все равно навели порядок, в том числе за латиноамериканцами. Мало того, что мы проиграли, но мы всегда уберем за собой. Это шампионат мира, это фэр-плей, это игра, это дружба народа. Новый мировой флешмоб. Не дожидаясь уборщиков, принимают эстафету чистоты. Болельщики из Панамы, Саудовской Аравии и Бразилии. В Сочи шведы, отмечая свой традиционный праздник летнего солнцестояния, потанцевали, поводили хоровод и также дружно прибрались. А в Петербурге, на Васильевском острове, ликующие всю ночь аргентинцы вначале разбросали мусор в порыве радости, а успокоившись, заботливо уложили все в пластиковые пакеты. И даже на Никольской улице в Москве, где не утихают бурные гуляния, фанаты решили помочь сотрудникам городских служб и взялись за веник. Это словно чемпионат мира среди болельщиков по уборке мусора. Теперь не только футбол, но и стремление к чистоте завоевывают сердца. Японские традиции лишь украсили философию настоящих болельщиков. Любишь игру, люби и место, которое дарит праздник. И здорово, когда кто-то готов показать личный пример, как этот неизвестный герой в традиционной мексиканской маске, растрогавший жителей Ростова-на-Дону. Он шел следом за соотечественниками и молча собирал мусор, который те раскидывали, словно путь одинокого самурая в борьбе за чистый футбол.